В дикой природе Аляски существует простое правило – не сажайте собаку на цепь снаружи. Поскольку белые медведи всегда охотятся за едой, оставить собаку на цепи – хороший способ убедиться, что она станет легкой добычей для голодного хищника. Вот почему гид по Аляске Дэвид Дэмелес был недавно шокирован взаимодействием, на которое он наткнулся во время работы. Вместе с несколькими сопровождавшими его людьми Дэмель увидел привязанную собаку. Они с ужасом наблюдали, как гигантский белый медведь приблизился к собаке, и, несомненно, чтобы съесть бедное существо. То, что произошло дальше, потрясло их. Вместо того, чтобы вцепиться в беззащитную собаку, белый медведь начал целовать и гладить беспомощную собаку. Он быстро достал фотоаппарат и начал снимать редкое взаимодействие. Белый медведь осторожно подошел к собаке, а затем осторожно сел рядом с питомцем. Удивительно, но собака, казалось, не была напугана присутствием большого медведя. И потом, конечно же, он начал гладить эту собаку, вел себя так, как будто он был другом, объяснил Демельцпс Ньюс. Так получилось, что я заснял видео всей своей жизни. Я знаю, что медведи ведут себя с собаками довольно дружелюбно, но чтобы медведь гладил собаку так, как человек гладил бы ее, это просто умопомрачительно. Это было очень интересное взаимодействие, но некоторые люди, просмотревшие видео, выразили обеспокоенность тем, что ситуация могла закончиться совсем по-другому. На самом деле, в районах, где распространены белые медведи, нередко можно услышать истории о том, как домашние животные были съедены и тяжело ранены из-за инстинктов убийцы крупных животных. Медведь выглядит довольно упитанным, что, возможно, и повлияло на исход этой истории. Посмотрите видео, чтобы увидеть, как разворачивается удивительное взаимодействие. Трудно поверить, что эти два животных могли иметь такую удивительную связь, учитывая их индивидуальные места в пищевой цепи. Просто имейте в виду, большинство взаимодействий между домашними и дикими животными не всегда проходят так хорошо. Не забывайте беречь своих питомцев, не позволяя им стать жертвами диких животных.